Слава Богу, как начался этот год для вас, и в ответ тишина. Ждете ли вы этих изменений или нет? У меня есть личное откровение. Не только о себе, но и о этой церкви. Я верю в хорошие перемены. Я верю, что Господь будет продолжать работать в вашем сердце, чтобы эти перемены происходили. Было так здорово слушать группу прославления сегодня. Это было очередным напоминанием того, что нам нужно искать присутствие Его. Я знаю, что прославление само по себе касается многих жизней. Потому что пока мы поем прославление, мы фокусируемся на Нем. И фокусируясь на Нем, мы ощущаем Его. Его любовь, Его присутствие. Но на протяжении годов, будучи пастырем, я понимаю, что этого не хватает. Крайне важно. Ощущать присутствие Божье. Пребывать с Ним. Но в какой-то момент наш разум должен понимать, что нам с этим делать. Поэтому то, как мы планируем наше собрание, у нас есть часть прославления, где мы ищем Его присутствие. Но также есть часть учения для вашего ума, чтобы мы знали, что делать. Сегодня я хочу продолжать делиться практическим откровением об изменениях и том, как это сделать. Вам нужно разумом понять, что вам стоит делать. Говоря о прославлении. Это один из тех вещей, из которых вы делаете правильно, то вы теряете ощущение времени. Потому что ваш Дух создан вечным. Ваш Дух создан быть в постоянном прославлении Бога. И если вы ищете Бога, то рано или поздно ваш Дух будет иметь взаимосвязь с Богом. Становляясь более духовным, вы теряете ощущение времени. Потому что Год не подочетен времени. Он создал время, но Он не живет в нем. Он создал вас вечными. И ваш Дух постоянно ищет общение с Ним. И возможно, ощущать Бога через молитву, прославление и пост. И моя личная цель — это затеряться в нем. И один из показателей того, что делаете вы это правильно, — это когда вы теряете ощущение времени. Это один из способов, как вы можете меняться. И в этом году вы можете поставить себе простую цель, что вы будете искать Бога, пока не ощутите Его присутствие. И рано или поздно вы поймете, что когда вы думали, что мылились пять минут, это длилось пятнадцать. Иногда вы думаете, что это было только несколько минут, но это могли быть полчаса. Или что вы думали, что это было всего лишь пару минут, но это были часы. Сегодня я бы хотел затронуть такую тему времени и изменений. В присутствии Бога нет времени. Заглянем на это с другого угла. К примеру, два влюбленных человека, мужчина и женщина. И они друг с другом общаются. Как это происходит? Вы смотрите на него, на нее. Вы слушаете их, проявляете внимание. Вы не думаете о том, что вам нужно на работу завтра. И не думаете о том, что вы не заплатили какой-то счет. Или бензин заканчивается в машине. И если это так, то удача вашим отношениям. Потому что если вы будете так себя вести, то они начнут дергать вас, привлекая ваше внимание. Я говорил с некоторыми людьми, и они постоянно меня одергивали. Я даже не думаю, что они понимали, что делают. Но в построении любых отношений нужен фокус. Если вы общаетесь правильно, общаясь с кем-то, вы потеряете отчет времени. Особенно говоря о чем-то духовном, как Бог. Или ваше будущее, мечты, желания. Вы можете говорить очень много времени, и потеряете отчет времени. Потому что вы взволнованы этим. И другими словами, если вы будете проявлять внимание, и уделяете внимание тому человеку, с кем вы общаетесь, потому что Господь создал вас пребывать в общении с кем-то. Делая это правильно, вы утратите время, отчет времени. Потому что вы созданы вечными. И вы познаете свою цель в общении, и тем самым вы утрачиваете отчет времени. Я использую эти примеры для того, чтобы показать вам, как вы можете побороть время. Потому что время крайне сильно. И здесь нет никого, либо нету никого в этом мире, кто мог бы контролировать время. Вы не могут контролировать время, можете им управлять. Очень сильно, когда вы осознаете, как это работает. Для того, чтобы вам измениться, вам нужно уметь управлять временем. А глядываясь назад, вспоминайте какие-то вещи, которые вы пытались изменить, но вот не получилось. Но этот год не такой, как предыдущий. Дух Святой положил мне на сердце поделиться с вами, как это сделать. Потому что если вы поймете, как управлять вашим временем, то увидите результат. Ключ к вашему будущему — это ваше понимание времени. Вы становитесь тем, кем вы хотели на протяжении какого-то времени. Вы не можете его остановить, но можете им управлять. Кем вы станете спустя 10 лет? Если вы можете просто поразмыслить о времени на 10 лет вперед. От этого будет зависеть, что вы будете делать со своим временем и как вы будете на него смотреть. Потому что вы попросту являетесь продуктом того, как вы распоряжаетесь своим временем. Когда Господь создал человека, есть только одно направление, в котором мы все равноправны. У каждого из нас 24 часа в сутки. Но тем не менее, когда мы оглядываемся и смотрим на наших друзей и коллег, все находятся на разных положениях в своей жизни. Они отличаются по духовному возрасту. Они отличаются в своих отношениях в своих отношениях. Они отличаются в финансовой позиции. Но у каждого из нас 24 часа. И просто некоторые люди, они умеют управлять своим временем чуть лучше, чем другие. У времени есть замечательная сила. Если вы осознаете, что время, в любом случае, это подарок Бога, и Господом дана вам каждая минута, каждый час и каждый день. Другими словами, Господь имел вас в своем сознании. Он создал вас до вашего рождения. Он вложил у вас определенные таланты и способности. Но потом, родившись, вы стали подвластны времени. Удивительно, как это работает, потому что вы получите откровение, что делать в жизни. Потому что, несмотря на то, что у некоторых из вас есть такое жгучее желание что-то делать, кто-то может выразить это словесно, кто-то нет. Это то, кем вы по-настоящему являетесь, тем, кем создал вас Господь. К примеру, кто-то из вас всегда хотел быть в группе прославлений, либо евангелизировать. Или стать бизнесменом. И теперь это желание жжет в вашей груди. Но тем не менее, вы ограничены временем. Потому что Господь дал вам эту привилегию самостоятельно изучать и управлять вашим временем. В конце мы говорим о том, что Господь будет судить, но я не думаю, что это суд-осуждение. Потому что Иисус сказал, что вы будете осуждены своими словами и поступками. В конце будет то, что вы сделали со своим временем, для того, чтобы сделать то, что Господь положил в вас. Каждый из вас был послан в этот мир с заданием и с возможностью. И в зависимости от того, как вы распоряжаетесь своим временем, вы либо сделаете задание, либо сделаете наполовину, либо цветочки. И теперь Дух Святой напоминает вам об этом. И поэтому начало каждого года — это начало нового сезона для меня. У вас есть эта вещь, которая называется тяжесть, груз. И этот груз напоминает вам о том задании, которое вам нужно сделать. Потому что у вас есть определенный период времени, который зайдется жизнью, для того, чтобы это осуществить. И чем больше вы ждете и ничего не делаете, тем тяжелее становится этот груз. И, пожалуйста, поймите меня правильно, это между вами и Богами. Не пытаюсь заставить вас сделать что-то для церкви. Моё задание по отношению к церкви для того, чтобы научить вас, для того, чтобы вы могли отпустить меня. Это крайне важно. Потому что это ваша жизнь. Это ваша задание. Все, что я могу сделать — это поделиться откровением и помочь ему это отпустить. Когда мне стукнуло 30, у меня тогда был груз, который он выжигал меня изнутри. В тот момент я проповедовал. Я руководил средственной школой. У меня была личная, млитинная группа. Но тяжесть внутри меня была больше, чем все, что-либо я делал до этого момента. Я знаю, чем больше я говорю, тем больше вы поймёте, о чём я говорю. Вы чувствуете, вы ощущаете, что нужно делать что-то, доказывается, не понимая, что. Мне стало 30 лет. И у меня есть эта тяжесть внутри. Я начал искать в Библии примеры тех людей, которым исполнилось 30. Я на крестителе. Ему было 30, когда он начал своё служение. Давид стал царем над всем Израилем, когда ему стало 30 лет. И Иосифу было 30, когда он стал вторым во главе всего Египта. И, конечно, Иисусу было 30, когда он начал своё служение народу. У меня есть тяжесть внутри меня. И теперь откровение приходит ко мне и в Слово Божье, из Библии. Я не могу выразить словами, что начало происходить внутри меня. Я осознаю то, что мне исполнилось 30, и для моей жизни есть большая цель, чем я когда-либо думал. И я начинаю искать Бога в этом. Но в этот момент недостаточно искать Бога и Его присутствие. Потому что у вас есть грусть, тяжесть для цели, для задачи, а не просто для ощущения Его. Это хорошо искать Его присутствие. Хорошо потеряться, прославляя Бога. Но рано или поздно вам придётся отдавать отчёт Богу о своём личном задании. Позвольте мне ещё кое-чем поделиться, и это не так весело. Потому что в тот момент я был в таком состоянии, что даже не могу подобрать слова, чтобы писать. И то, как я могу это выразить, это тихий плач, тихий крик. Я работал в банке. Я работал в офисе, и моя задача была сканировать документы. Когда приходит присутствие Божие, оно не приходит для моего наслаждения. Оно пришло как мучение. Потому что не было так, что Господь пришёл, слава Богу, аллилуйя, аминь. Это было как приходит присутствие Божие, и у тебя дана эта жизнь, у тебя есть задание, и ты не знаешь, что с этим делать. Я кричал, но вокруг меня были люди. Я кричал, как рыба в акварию. Я кричал внутри себя. Я хочу выразить эту простую вещь. Это почему, особенно, age 40, это очень значительное. В этой культуре это называется за холмом. И в жизни мужчины это значит кризис среднего возраста. Потому что мужчины, как, wake up and think, oh my God, I'm already 40. What else is there to do? До 40 лет вы считаете, сколько лет жизни вы уже прожили. После 40, подсознательно, вы считаете, сколько нам осталось. Если кто-то здесь более 40, вы просто скажете, аминь, аминь. И те, кому за 40, просто про себя скажут, аминь. Поэтому сейчас, когда я смотрю на людей такого среднего возраста, я понимаю, через что они переживают, потому что я пережил это. Как церковь мы призваны осуществить служение Иисуса Христа. И часть этого служения мы предлагаем вам делать что-то для служения Его телу, для церкви. Это не потому, что мы пытаемся вас удержать, либо чтобы вы были заняты чем-то. Это дает вам возможность реализовать свой талант для служения Богу. Мы будем продолжать это делать в этом году. Потому что мы хотим, чтобы вы лучше распоряжались своим временем для того, чтобы выполнять то задание, которое вам дал Бог. Тот вопрос, на который вам предстоит дать ответ Богу и Святому Духу, это то, что вы сделали со своим временем. Как вы его проводите сейчас? На чем ваше внимание? Job 14.5, it goes like this. Иов 14.5 It says, a person's days are determined. Дни человека предопределены. And you have decreed the number of his months and have set limits that he cannot exceed. И ты скрыл число месяцев и поставил лимиты, которые невозможно преодолеть. Позвольте мне поделиться этим откровением, потому что это крайне важно. В этой культуре, чем больше лет вы прожили, тем более вы благословены. И мы ассоциируем количество лет с благословением. Но библейский взгляд на это, это не то, сколько ты прожил, а сколько заданий ты выполнил. Потому что, взглянув на жизнь Иисуса Христа, он всего прожил 33 года. С точки зрения этого мира, он был проклят, и он провалился. Но с точки зрения Бога, он прожил достаточно, чтобы исполнить свое задание. Вы взглянув на жизнь Его учеников, апостолов. Некоторые из них распяли вниз головой. Некоторые из них были състрелены из лука и умерли. Кому-то отрезали голову. Но они не прожили много времени. Но то, что они сделали с прожитой жизнью, было невероятным. Потому что за свои короткие годы жизни они были способны распространить благую весть больше, чем Иисус. Я знаю, что обладаю мягким сердцем, но услышите мой плач. Ваша жизнь измеряется вашим заданием и временем, которое вы потратили на его исполнение. Каждый раз, когда мы обращаемся к истории церкви, когда Бог двигался, there was an urgency. Jesus is coming sooner than we thought, and I got to do something about it. Господь двигался, и Иисус придет раньше, чем мы ожидали, и нам нужно что-то для этого делать. So, the whole idea of the revival, I'm realizing, he can come anytime, and I still have sins in my life, so I need to repent and start seeking him. Основной смысл пробуждения, это то, что я все еще грешен, и мне нужно исповедовать грехи свои. Revival can happen in church at any time. Пробуждение может произойти в церкви в любой момент. Your personal revival can happen anytime. Ваше личное пробуждение может случиться в любой момент. All you have to do, just realize, I have the assignment from God, and I have very limited time to do it. Все, что вам нужно, это понимать, что у вас есть задание от Бога, и определенное время на его исполнение. Let me put it this way. It gave me personally different perspective on my life. Позвольте мне сказать так. Это дало мне другой взгляд на мою личную жизнь. When I started as a Christian, I wanted to live as many years as possible. Когда я начал свой путь христианина, я хотел прожить как можно больше лет. I still do, don't take me wrong. But my priority is how much of God's destiny I'm fulfilling in my life right now. With the time given. But my priority is how much of God's destiny I'm fulfilling in my life right now. How much of God's destiny I'm fulfilling in my life right now. Let me give you a biblical example. Genesis 5.27 It's a man that lived the longest in the recorded human history. His name, help me, who speaks English, Mathusela. Say it again. Mathusela. Именно так. Mathusela. Here you go. 5.27 5.27 Go a couple more verses. Еще два стиха вперед. You will see a number that will blow you away. And you will see a number that will blow you away. At the age of 187 he had his first child. В возрасте 127 лет у него был первый ребенок. But he lived 969 years. А всего он прожил 969 лет. So if you comment from the perspective, oh, he lived the longest, he must accomplish the most. И с нашей точки зрения, мы можем подумать, что прожив наибольшее количество времени, возможно, он осуществил больше всех. But all we know about his life, two things. Но все, что мы знаем о его жизни, это две вещи. Number one, that he lived 969 years. И первое, что он прожил 969 лет. And number two, that he gave a birth to that son. И второе, что он родил сына. And that is it. И это все. So answer this question, him living longer, does that mean he fulfilled the God's plan for his life? И ответьте на этот вопрос, то, что он прожил больше всех, означает ли то, что он исполнил то, что дал ему Господь? So what's the point of life then? И в чем тогда смысл жизни? Okay, we are at that age where the time where the previous year ended and we're in the beginning of the next year. Мы в том моменте времени, когда прошлый год уже закончился, и мы в начале нового. Here's a question for you. И вот вам вопрос. How much did you get to the close, to the fulfilling God's assignment last year? And what are your plans for this year? Как близки вы были к тому, чтобы выполнить задание Бога в прошлом году? И что вы будете делать в этом? Время может быть использовано как кирпичик для вашей славы, которая будет сзади вас. So, God created all of us equal and gave us the same amount of time, 24 hours every day. Господь создал нас всех равными и всем дал одно количество времени. So, here's a different look to all of this. Вот другой взгляд на все это. We all can live only one day at a time. You agree or disagree? Мы все живем день за днем. Whatever happened in the past already happened, you can't change it, right? Все, что случилось в прошлом, мы уже не можем это изменить. Whatever you can only dream about your future. А о будущем можем только мечтать. But right now you have the way to impact your life. Right now, every moment of your life. Ну, прямо сейчас, в настоящем у вас есть то, что может изменить вашу жизнь. Part of the Lord's prayer goes like this. Часть молитвы Господа звучит так. Our Father, who is in heaven. Господь звучит на небесах. Heaven is the place where there is eternal life. There is no time. Небеса — это то время, где жизнь вечная, нет времени. And then we pray like this. Let your kingdom come. И потом мы молимся, да прийдет Царствие Твое. Другими словами, мы есть те, кого Господь предопределил, чтобы мы ощутили, чтобы все ощутили Царство Небесное. Потому что внутри каждого из нас вы несете вечность. And yet we're still bound to time. И тем не менее мы все еще подчиняемся времени. Genesis 1.14. That's the scripture that's where God created time. В этом Писании мы читаем о том, что Господь сотворил время. And God said, let there be lights in the firmament on the heaven to divide the day from the night. And let them be for the signs and for the seasons and for the days and years. Откроем все свои Библии, прочитаем это Писание. There you go. So, there is a season. Есть сезон. There is a day. Есть день. And there is years. И год. So, whatever God created in the book of Genesis, he always said, it is good. Чтобы Господь сотворил в бытие, мы читаем, что это было хорошо. My personal look on this scripture, God created time and it is good. Мой взгляд на это, это то, что Господь сотворил время, и это было хорошо. Part of the creation was us as human beings. И часть творения это были мы, люди. I think that time is the biggest blessing for us as fallen human beings. Я думаю, что время это большое благословение для нас, как для падших людей. We don't understand this, but this is a big blessing. Can you imagine you have a headache today? Вы можете представить, что у вас сегодня будет голова? And then you live in eternity. И вы живете в вечности. That means that your headache is going to be for the rest of the eternity. И это делает то, что головную боль вечной. Can you imagine you have somebody hurt you, and you hurt inside. You can't forgive someone, because it brings so much pain. И вы можете представить, что кто-то навредил вам, и это так болит, и вы не можете простить этого человека. Can you imagine that feeling for the rest of your eternity? Можете ли вы себе вообразить это ощущение на протяжении вечности? So I thank God and His wisdom, He created time for us as a blessing. Я думаю, что Господь в своей мудрости создал время, как благословение. There is one word that you don't think about as blessing, but it's a huge blessing. It's the word yesterday. И есть одно слово, которым мы не думаем, что это благословение, но оно таковым является, и это слово вчера. Think about this. Подумайте об этом. I had a headache yesterday. У меня болела голова вчера. Somebody hurt me yesterday. Мне кто-то навредил вчера. So what that means, that with time we can leave some things that hurt in our lives yesterday. И это значит, что при помощи времени мы можем эти вещи, которые вредят нам, иметь вчера. Whatever bad happened to you ever in your life. Что бы плохое ни случилось в вашей жизни. There is a blessing of time. Из благословения времени. You can say, I'm going to leave it in the past. Вы можете сказать, я оставлю это в прошлом. Yeah. I was very poor. Я был, не имел много денег. И жил от чека до чека. Но знаете, в чем было благословение времени? Это было вчера. Today is a new day. И сегодня новый день. Today I can communicate with God and look for His revelation for my life. Сегодня я общаюсь с Богом, могу искать Его откровение для моей жизни. Time measures seasons. Right now it's winter season. И сейчас зима. But then spring comes. Но придет весна. And then summer comes. А после лета. And then fall. А за ней осень. Some of you, when you look at your life, you feel like you got stuck at winter time. А некоторые из вас, глядя на свою жизнь, вы думаете, что вы застряли в вечной зиме. And then you have this wonderful revelation about time. И вот к вам приходит прекрасное откровение по поводу времени. You thank God, thank you so much because you created time. Вы благодарите Бога за время. Потому что будет конец этого сезона. Even if you're going through the worst of worst of the time right now. И как бы плохо вам не было. You know that there would be the end to this season. Вы знаете, что будет положен конец этому сезону. And then spring is going to come. Начнется весна. And then summer. И лето. So it does not matter what you're going through in your life. И не важно через что вы проходите в вашей жизни. If you know the secret of life, revelation about time. Если вы имеете это откровение времени. This season is always going to pass through. Этот сезон всегда закончится. Hallelujah. So that's the secret to life. Это секрет жизни. It doesn't matter which season you're going through. Не важно через какой сезон вы проходите. If you manage time right, it's going to change. Если вы правильно распоряжаетесь временем, оно изменится. Now let me give you a deep, deep secret right now. И еще более глубокий секрет. Not only God bound you by time, and you can use it as a blessing. А не только вы можете использовать время как благословение. The only way you can manage time by doing this one thing. Единственный способ, как вы можете управлять этим временем, это It's called planning. Планирование. And it comes out from your soul. И оно берет исток из вашей души. It's when you use your mind. Когда вы используете ваш разум. That's when you use your ability to make decisions, because it's part of your will. Когда вы используете возможность принимать решения, потому что это часть вашей воли. And then you're going to start thinking and actually putting something on paper or in your iPad, the plans for this year. И потом вы начнете размышлять и записывать свои планы. Some of you crying out to God. God, why are you not doing anything in my life? Кто-то из вас кричит Богу, Господь, почему ты не проявляешь себя в моей жизни? Can I give you the answer to that? Могу ли я дать вам ответ? Are you planning anything different for this year than you have for the last one? Планируете ли вы что-то иное в этом году, чем в прошлом? This is what I'm talking about. You seek Lord. This is the beginning of this year. Это то, о чем я говорю. Вы ищите Бога. And then God is going to give you a burden. He's going to give you a thought. И Господь даст вам этот груз. For example, for some of you, it might be something, you know, I need to get married this year. И возможно, для кого-то это будет быть замуж. For some of you, I need to build a house for my family this year. Or start a business. It does not matter what it is. Или начать бизнес, не имеет значения, что это. But this is how I do it. In the beginning of every year. Но это то, как я поступаю в начале каждого года. And I've done it for a number of years right now. И я это делал многие годы. I like water. Мне нравится вода. But I love ocean the best. Но больше всего мне нравится океан. And I remember many years ago, first time, like, New Year's I spent on the ocean. Я помню пару лет назад, Новый год, я встречал на берегу океана. And then I woke up early in the morning. И просыпаюсь рано утром. And I start walking on the beach. И я иду к пляжу. I can't say I had a vision or something. Я не могу сказать, что у меня было какое-то видение или что-то типа такого. But I remember looking at the ocean. Но я помню, глядя на океан. And you realize there is no end to it. And the sense of endless possibilities was just overwhelming to me. I've been doing it ever since. Every year in the beginning I always go and look at the ocean. I love it. Can you imagine this is the beginning of your year now? Can you imagine yourself standing on the shore, where water meets the ground, the sand? And you look into your future, into the ocean. Can you see the end? Can you see the end of possibilities, what God can and want to do in your life? Can you see the end of your life? It's so powerful. If you understand how time works, and you start working with the Holy Spirit on making plans, start responding to the burdens that he puts inside of you. Начните отвечать тому, что он положил внутри вас. Start responding to the thoughts that he sent in your way. And start making plans. И делать планы. Кто может вам сказать, что вы что-то не можете сделать? It's just so powerful. Это сильно. Go ahead, bow your heads, close your eyes. Закрой наши глаза. I don't do this never, so to speak. But I did it this year. Я обычно никогда этого не делаю, но я сделал это в этом году. I don't know why God put it on my heart. Господь положил мне это на сердце. Я посмотрел значение числа 22 в еврейском языке. Потому что это 2022. Потому что этот год 2022. Я просто хотел понять, что Господь приготовил лично для меня в этом году. И вот что я обнаружил. Всего 22 буквы в еврейском алфавите. И Слово Божье было написано, используя 22 буквы. И Слово Бога достаточно для того, чтобы сделать любые изменения в вашей жизни. Число 22, besides it's a word of God, it's a symbol of the word of God. Число 22, это символ Слово Божьего. It's also a symbol of the light. И также это символ света. Light that shines in your life. Свет, который светит в вашей жизни. Another word, whatever God put inside of you. Другими словами, чтобы Господь не положил в вас. Your talents, your gifts, your abilities. Ваши таланты, дары, возможности. This is a year of the light of God to start shining on it. Это год, чтобы Господь пролил свой свет на эти таланты. And you might have this aha moment. And you might say, I didn't know it was in me, but now I see it. And you're going to start thinking about it. And you're going to start dreaming about it. And then you're going to get excited because you're going to start seeing that coming into your life. This is a year of 2020. I don't know how you look at this year. But I really felt to share this revelation. Because the change will come when you learn how to manage your time. You have heard. You have something that keeps you in the past. You need to release it. It was yesterday. It's not for you. It belongs to the history. You need to look into a new season in your life. If I were you, I would be crying, God, show me, shine your light and show me what I need to see this year. God, show me what you plan for my life for this 2020. What do you want me to dream about this year? What do you want me to study? What do you want me to work on? Go ahead and give out communion right now. Because communion is a reminder of the sacrifice of Jesus Christ. His blood represents washing away our sins. It's like yesterday. As you take this communion, you need to make a decision to leave everything in the past from this point on. Your mistakes, your sins, anything that where you feel like you missed and you hurt. You need to make a decision. I am walking into new season and I'm leaving everything behind as I'm taking this sacrifice of Jesus. But also when you eat the bread, you become a part of the body of Christ. That means whatever He thinks, you think now. That means whatever He wants, you want it now. So as you eat the bread, you need to be eating with this faith. I'm taking in your revelations about my life. I'm becoming one with you. I'm not going to sin against you, against your will. I submit my will under your will. This is exciting year. It's a wonderful year. There are possibilities unlimited for you and your life. May God bless you. Go ahead and take this communion. Father, bless this bread and bless this juice in Jesus' name. Father, I thank you for letting go of the past. I thank you for your ability to forgive our sins and forget about our sins. I thank you for today. I cherish today. I enjoy now time. Because it is a present from you. Because we call it present. Today, I stand before you, God. and I open to your new ideas. Father, I open for the burdens that you put in my heart. Speak to me. Explain to me what you want to do in my life. Tell me the purpose, the destiny, why I'm created. Открой мне, для чего я создан. Father, bless your church. Bless everyone in this place. Because it's between you and them. But now our minds understand this revelation. And I'm blessing that this revelation will grow within them. So they will be more fulfilled than ever. Let your light in 2022 shine upon them. shine on everything. All the nasty stuff we need to leave behind. But let your light to shine on our destiny so we know where we need to be going. Bless us all in the name of Jesus. And all God's people said may God bless you. 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 Продолжение следует...